Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги пророка Исаии, читаю свой перевод для библейского портала экзегет. 15 глава после долгого обличения Вавилона в 14-й переходит к небольшим народам, но уже филистимляне в 14-й главе были упомянуты, а теперь муавитяне – это очень близкие соседи, ближайшие родственники, на самом деле, в отличие от филистимлян, с которыми израильтяне все время так или иначе конфликтуют. И вот что произойдет с муавитянами. Вот что возвещено о Муаве. В Муаве ар будет разорен, за ночь уничтожен, в Муаве кир будет разорен, за ночь уничтожен. Дивон идет в свой дом, на высоты идет рыдать, а Нево и Амедеве плачет Муав. Это географические названия. Понятно, в отличие от филистимлян, который упомянуты только целиком, здесь конкретные места, города, которые израильтянам хорошо знакомы. И у каждого обрита голова, у каждого срезана борода. Это такой знак траура или, наоборот, плена, когда побрили на лысо и на голо. Бредут по улицам в рубящах, на площадях рыдают, на земле простираются в плаче. Дальше опять пойдет география Муава, нам совершенно незнакомая. Ну, неважно, это города. Вот Муав он жалеет, все-таки это близкий родственный народ. «Бегут из него в цуары, да самые гладшие лечьи, рыдая, поднимаются в лухит, на дороге в хоронаем, о своей погибели плачут, иссякли воды немримую, являла всякая зелень, ни травы, ни деревьев не осталось». Но нам, конечно, кажется, зачем вся эта география, но представьте себе, что речь идет о какой-то близкой стране, и называется «города», где все, конечно, или бывали, или родственники есть, или там мы прекрасно знаем, что это за города. И вот я не буду называть никакую страну, чтобы не вызывать такого ажиотажа слишком современного. И вот здесь то же самое, ну как же, как же, это же все наше родное, знакомое, нам привычное, вот они там все страдают. Вот Исэя не злорадствует, может быть, про Вавилон он очень жестко говорит, про Феристемлин тоже, а маавитяне, как же печально, что они тоже пострадают. И все, что накопили они, что сберегали для себя, теперь переправляют через поток Аравима. Аравим – это одна из границ Муава. «Плачем полнится муавская земля, рыдают в Иглаеме, рыдают в Берейлиме, окрасились кровью воды Дивона». И к тому я еще добавлю, львов наведу на уцелевших, Муави, на тех, кто в стране остался. А что же с этим делать? У маавитян все плохо. Маавитяне гибнут, страдают, что им делать? 16 глава подскажет. Субтитры сделал DimaTorzok